Привет-привет! С вами Анатолий Барыга Печамин, дымоходом из интернет-магазина Жарпарком. И сейчас вы увидите вообще самую дешевую баню, именно строение, которое можно только сделать. Вообще вот просто. На самом деле, эх, я сам хотел это сделать у магистра Чуфария, но там есть некая проблема пока. Но я нашел зато в другом месте, как все сделано. Смотрите, берете на Авито, покупаете бытовку бэушную, вот такую бытовку. Здесь 2,40 на 2,40 на 2,50. Ну вот в Москве на Авито такая бытовка стоит тысяч 30-40. Просто самая обыкновенная бытовка. Видите, здесь два окна, и сейчас вы увидите, что из нее можно сделать. Вот она же. Точно такая же бытовка. Взяты листы. Вот такие вот куплены профнастила. Что мы видим внутри? Давайте сразу подойдем вот сюда. Мы видим следующее. Убраны абсолютно все доски, которые были вот здесь вот. Просто оставлен один каркас. Взяты доски. Здесь это сосна, к сожалению. Сосну никогда не берите. Потому что она течет, вот вообще вот везде течет. Если вы возьмете ель, она похожа на сосну, но тут будет намного лучше. Потому что ель не везде течет, а только вот в этих вот карманах. То есть первый раз растопили, там до 100 градусов довели. И убрали то, что вытекло. Или взяли потом дрель с насадкой такой вот коронкой. Высверлили, выкинули. Взяли просто деревяху. Высверлили в ней точно такое же отверстие. Столярный клей нанесли и заклеили. Вот это вот сучки, это нормально. Их с ними ничего делать не нужно. Сразу вижу то, что сучки здесь не растрескавшиеся. А это значит то, что конкретно вот эта древесина, она сырая. Она нехорошо высушена. То есть если бы она была хорошо высушена, здесь были бы трещины. Вот. То есть и так. Взято деревья, вот эти вот панели. И оббито вот это вот все пространство. Так. Потом идет, смотрите, фольга. После фольги обычный утеплитель. И дальше идет вот железный профнастил. Вот, собственно говоря, так все и сделано. И потолок, и все-все-все. И пол в том числе. Что тут еще требуется? Ну, по-хорошему здесь требуется еще отверстие сливное. Поставить это строение нужно либо на блоки цементные, либо на сваи винтовые. И не забыть про вентиляцию. Вот одна вентиляция, вот внизу другая вентиляция. Вот так вот. То есть вообще, ну вот, стоимость вот этого всего, ну где-то 65 тысяч максимум. То есть вот этого вот всего. Вот. Я прям вот очень хочу снять такой же ролик. Ну, уже когда там у приятелей сделать баню. Значит, дверь. Обратите внимание на дверь. Она здесь тоже утеплена. Пробкой. Подсказывать. Ну, можно и, наверное, и обычным утеплителем. То есть от хозблока остался просто каркас. А как сделано, все вы уже увидели. То есть Авито вам в помощь. Ищите бэушные бытовки. Они бывают разные. Мне лично, ну вот это вот просто вообще самый минимум. То есть здесь не сделать ни раздевалку, ничего. Но если вы хотите сделать баню уже похожую более или менее на баню, то вам уже нужна будет не квадратная вот такая бытовка, а прямоугольная. И выход, чтобы желательно был не по центру вход-выход, а сбоку. Тогда можно будет разделить на две части очень хорошо. Ну что, посмотрели, понравилось, фигачьте лайк. И жмите красную кнопку подписаться.